Продолжаем наше занятие. Занятия у нас непростые, особенно для товарищей, которые непосредственно на производстве не работали. В профсоюзах на предприятиях не состояли, а должны знать, как разрешать социально-трудовые конфликты. То есть тут, можно сказать, собрались теоретики, причем фундаментальные, которые не отвлекаются на всякие практические вещи, но вынуждены, тем не менее, их разбирать. С другой стороны, тех людей, которые могут об этом рассказать, хочу вам сказать, очень мало, но есть. Вот есть так у нас на сайте Фонда Рабочей Академии, на канале Фонда Рабочей Академии YouTube, было выступление товарища Федотова Константина Васильевича. Это вот тот товарищ, которым мы вместе подготовили проект Трудового кодекса России, который набрал в Думе более 189 голосов депутатов. Второе место получил после проекта комиссии Слизки. Вот я вам это мог бы порекомендовать. И второе, буквально на днях, позавчера, на канале Фонда Рабочей Академии, то есть Фонда Рабочей Академии YouTube, вывесили интервью, которое наши московские товарищи взяли у президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров. Вот профсоюз авиадиспетчеров сделал все то, проделал, о чем мы с вами говорим, и делал все блестяще. Как вы понимаете, авиадиспетчерам всякие забастовки запрещены, тем не менее они всякие разные забастовки проводили в самых замысловатых формах, таких, что нельзя было никак их ни в чем обвинить. И в итоге, вот у них сейчас зарплата не 15 тысяч, как началось в начале существования образования профсоюза авиадиспетчеров, а 200 тысяч рублей. Причем, когда было 15, уже, можно сказать, дело шло о ликвидации воздушного движения в России, потому что никто не шел. А сейчас, наоборот, молодежь идет вовсю, и они вот обсуждали и рассматривали, он рассказывает как раз Сергей Анатольевич Ковалев, он же является председателем Федерации профсоюзов России, он же является генеральным секторем Конфедерации труда России. Он человек скромный, поэтому там никогда он даже не называет, так сказать, кто он такой. И вот Сергей Анатольевич рассказывает там, что они установили такой порядок, чтобы уже люди в возрасте, которые, конечно, работать еще могут, но в то же время они под угрозой находятся. Это вредная и опасная работа. Опасная в том смысле, что человек может, так сказать, на такое напряжение колоссальное, что они рискуют своими, так сказать, и мозговым кровообращением, и другими болезнями, в том числе нервными, потому что ответственность колоссальная, в зависимости от того, сумеете ли вы точки на экране развести, чтобы не столкнулись два самолета. А, скажем, даже над той же Москвой раньше была такая практика, что на севере стояли аэропорты, они отправляли на северо-запад, на северо-восток и на север. На западе на запад самолеты, на востоке на восток, а сейчас в перемешку. То есть из любого аэропорта могут вылететь в любом направлении московского, и там каша над Москвой. Еще надо не пролетать над некоторыми объектами, которые особо охраняются, защищаются, поэтому они еще должны лететь, так сказать, не просто так, а вот так и вот так, и так далее. И даже обсуждался такой вопрос, когда они делали всякие коллективные действия, не сделают ли с ними то же самое, с авиадиспетчерами, что сделали в Москве, в Америке. И взяли их и уволили всех, и заменили на военных авиадиспетчеров. Всех уволили до единого после таких коллективных акций. Ну вот тогда Сергей Анатольевич Ковалев выступал на телевидении и объяснял, у нас так не получится, потому что время ушло, процесс настолько усилился и углубился, что это различие между военными и гражданскими и такое, а задачи у них настолько разные, что вот задачи у военных авиадиспетчеров, что два вот этих огонька на экране сошлись воедино, да? То есть если ракета подлетает к самолету, то они соединились, значит самолета нет. А задача авиадиспетчеров гражданских, вот чтобы вот эти два огонька, как два самолета на экране, чтобы они ни в коем случае не соединились, а чтобы они разъединились и разошлись. Поэтому говорит, вот, а кто будет отвечать тогда за гибель людей, которые посыпятся в массовом порядке самолеты? Поэтому это уже теперь невозможно, то, что вот было сделано в свое время там американцами. То есть они свои условия знают, свои права знают и так далее. Ну вот мы с вами в рассмотрении вопросов разрешения социально-трудовых конфликтов остановились на стадии примирительной комиссии. Значит, я вас уже предупреждал, что все названия, которые есть в Трудовом кодексе, Трудовой кодекс какой класс вообще принял в конце концов? Ну кто это? Кто у нас у власти? Какой класс? Гружазей. Ну вот, и поэтому названия так все сделаны, все такие хорошие, красивые, что это примирительная комиссия. Но требования уже выдвинуты. Это что значит? Значит, что все разговоры, переговоры, которые были, которые, так сказать, могли бы быть средством примирения, они закончились. Поэтому на самом деле речь идет о предзабастовочных мероприятиях. И я поэтому так и озагравил прошлую лекцию предзабастовочной, примирительная комиссия, как вот первый этап. А что за ней? Чем кончается примирительная комиссия? Примирительная комиссия, как правило, кончается чем? Составлением протокола разногласия. А в ходе примирительной комиссии, написанной в Трудовом кодексе, на третий день после начала переговоров, может быть проведена одночасовая предупредительная забастовка. Вот вы бы посоветовали проводить во время примирительной комиссии одночасовую предупредительную забастовку? Нет. А почему? Это не поможет ничем. Почему не поможет? Вам право дали вот прям вход. Пожалуйста, забастуйте. Вы же хотите большую забастовку, а вы маленькую, может, маленькую проведете пока. Начнем с маленькой. А? Начнем с маленькой. Начнете с маленькой. Вот теперь вы уже поменяли свою позицию. Только я на вас начал нажимать, вы сразу уже отступили от своей. Позиция у вас правильная была, а у меня неправильная. Почему? А вы уверены, что вам удастся провести часовую забастовку. Это надо, чтобы все остановили на час работы. Можно? Можно просто. Да. Можно привести на часовую забастовку во время чего? Во время, не во время, а на третий день работы примирительной комиссии. Вы не раскрывайте, что вы не прочитали трудовой кодекс. Там написано это. У вас же зачет скоро, а вы уже обозначили. Ну, вы можете сказать, я приступил. Вот как раз на этом остановился на подходе к этому. Мы сегодня уже, я повторяю, договорились с Еленой Анатольевной, с нашим диспетчером, что у нас зачет будет, как вот у нас закончится с вами занятие, через неделю в то же время будет зачет. Через неделю после, как закончится. Так вот, вам ведь что нужно сделать? Если вы хотите продемонстрировать силу, вам нужно показать на третий день начала проверительной комиссии, что вдруг все замрет на один час. Можете так делать? А вы пробовали? Это, вы представляете, вот остановить целый завод, это страшное дело. А люди пугливые, боязливые, то есть это для того, чтобы это сделать, вот скажем, докеры, они, конечно, оттренированы настолько, что они однажды проводили забастовку так, они все подготовили, все проделали, прошли все этапы и примирительную комиссию, и приглашение посредника, и трудовой арбитраж, и наметили забастовку на 1 сентября на 6 часов утра. В 6, а товарищи работодатели никак этим не препятствовали, они говорят, ну посмотрим, как вы будете проводить забастовку. Ну, представьте себе порт, какая махина, и сколько народу там, тысячи людей, корабли, значит, подходят поезда, значит, надо разгружать, перегружать, все гудит. Один день в году, только один день, 31 числа, они не работают. Только один. А сейчас все время, там не бывает, там, чтобы суббота, воскресенье не работали, идет сплошная работа, и днем, и ночью, и вечером, все время. И поэтому работодатель решился, а, посмотрим, в 6 часов утра. Порт, который все время гудел, ну там звук, понятно, значит, и корабли, и перегружатели, все, механизмы, все шумит, и вдруг раз, и тишина. Через 5 минут, после, а теперь все пришли в 6 часов, начальство пришло посмотреть, как будет забастовка, убедились, порт весь был остановлен, все, все молчало, через 5 минут представители работников предложили работодателям, приостановили забастовку, приостановить-то не могут, и предложили обсудить. И работодатель счел за удобное для себя дело согласиться с требованиями работников, и больше не испытывать судьбу, потому что он понял, что это, ну раз они остановились, значит, и так и будут стоять, и это страшные потери, корабли уже не уйдут, морской канал, они будут платить неустойки там, бешеные, в долларах и так далее, в общем, все это дело завершилось очень быстро. Вот, однажды, поскольку докеры толковые, и всегда думали об этом, они сделали наоборот, это было еще в советское время, в советское время не очень приветствовали забастовки, это еще и кодекса не было такого, а как-то надо было повлиять на то, что происходит в порту, и на добиться улучшения условий, и мы придумали тогда с Константином Васильевичем Федотовым субботник устроить, воскресник, то есть приходят люди на работу, выходной день, и работают в фонд пятилетки, без оплаты, и я в этот день участвовал, мне даже каску дали, и робу, и я разгружал эти самые окорочка, и надо сказать, что и выдвинуто требование в связи с субботником, то есть зарплату никто не получает, у них все в бухгалтерии зависло, потому что так ничем не предусмотрено, как это, работа, а за нее ничего платить не надо, как так, вот рабочий день, корабли, все работает, и ничего делать не надо, ну и их требования удовлетворили, и объявили всем, надо сказать, на уровне оказалось администрация, объявила всем благодарность за участие в субботнике, удовлетворила требования, так сказать, квитой оказались, ну вот, речь-то идет о конфликте, вот почему мы обсуждаем такой вопрос, стоит ли, если действительно настолько назрела уже ситуация, настолько все подготовлены, что могут все остановить на час, то да, да, тогда, конечно, хорошо бы на третий день, когда это лучше сделать, но вот если вы утром это остановите, когда надо начинать работу, то это будет выглядеть как опоздание на работу, да, что-то пришли, не начинают, непонятно что, хотя-то можно сделать, вот утром, значит, никто не должен начать работу, иначе, чем через час позже начала, второе, это можно сделать так, что вот пообедали, хорошее очень время, и после обеда, не надо никуда спешить, а ровно через час, после окончания обеда, пошли на рабочие места, а так по тех, гуляйте там, по порту, обсуждайте, как раз все равно вы ушли с рабочих мест, правильно, в обедный перерыв, ну и вот и часик-то отдохните, а кто хочет посидеть, кто хочет подышать свежим воздухом, кто хочет полежать, тем более у них там есть соответствующие помещения, где можно прикорнуть, ну а через час приступаем к работе, а что вы делаете, а у нас сейчас часовая предупредительная забастовка, вот такой формат, надо подумать, когда сделать, вот после обеда очень хорошо, правда, если хорошо пообедали за качку, добежать-то так и торопиться, вот, допустим, вот студенты и слушают, лекции, они понравились, и предупредительные такое сделали, пришли не вовремя, а на час позже, еще и лекция идет, она же раз полтора часа, еще полчаса есть, а что-то нет их целый час, ну это как бы знак, ничего никто не говорит, все хорошо, лекции хорошие, все нормально, но вот приходит ровно на час позже, вы это в копилку себе записываете, как действовать, как влиять, ну уже приближается зачет, так надо, чтобы зачет-то хорошо принимался, а то ведь, вот это вот, такой способ есть, одними знаниями это ведь не решишь эту проблему, правильно, это же субъективизм такой, сидит какой-то преподаватель, хочу поставить зачет, хочу поставить не зачет, ничего такое, а тут бесправные приходят студенты, они как вот, вот я когда сдал последний экзамен, кандидатского минимума, как хорошо, теперь больше не надо сдавать, никаких экзаменов, все сдавали, сдавали пять лет, потом сдавали аспирантуру, потом экзамены кандидатского минимума, и все сдаешь, и сдаешь, и все это как в рот, ты бедный и несчастный дурачок, а вот ты сидишь тут, и тебя тут вразумляют и оценку ставишь, ну как-то из этого надо состояние, там что есть барин и крепостной, выходить, ну поэтому хорошо, все уже, не надо ничего сдавать, вам тоже советую, очень полезно от этого освободиться. Ну так вот, если мы понимаем, что такое примирительная комиссия, то есть примирительная комиссия когда создана? Она создана после того, как ни о чем не договорились, правильно? Поэтому она и создана, поэтому если ни о чем не договорились и составили протокол разногласия, но по итогам примирительной комиссии все равно нужно составить протокол разногласия. Насчет этого вот использования, это по выбору коллектива, право у него есть, а право вам надо уметь, пользоваться или не пользуюсь правильно у каждого есть право выпрыгнуть в окно вот мой совет не выпрыгивать а и это неотъемлемое право таскать не найдете в законе где написано что запрещается прыгать 15 этажа видели такое законе и не видели и какая ответственность вы можете быть ответственно сказал выпрыгивать насмерть и вы чем хотите его испугать этого человека который выпрыгивает ничем вы его не испугаете поэтому тут вот справа права это так сказать это ваша возможность а стоит ли использоваться этим правом вот некоторые не понимают даже владимир владимирович не понимает меры смысла путин смысла принципа самоопределение нации право на самоопределение нации вплоть до отделения вот этот принцип подорвал заложил мину под советский союз а в чем смысл принципа том что призывают к отделению или наоборот призывает самому тесному соединению призывает самому тесному соединению но и прежде чем с вами соединиться должен призвать признать ваше право на то чтобы вы на это могли не согласиться правильно если мы хотим о чем-то с вами договориться и быть в дружбе нас если я хочу быть с вами в дружбе мы должны быть таких отношений что вы от меня свободно и я от вас свободен и мы тогда заключаем свободный союз правильно точно так же и ленин приводит пример в отношении брака, что, говорит, брак по любви заключается, но если у вас невозможен развод, то брака по любви не получится. Вот они уже не любят друг друга, а они все, значит, муж и жена. И, так сказать, сплошное это мучение для того и другой стороны. Поэтому для того, чтобы был крепкий союз, надо признать право каждого отделиться. Ну, это называется отрицательное право, что право-то есть, но призывать надо к чему? А призывать надо к самому тесному соединению. Вот прочность Советского Союза, и вы знаете, во время Советского Союза и существования никаких национальных конфликтов не было. А вот после уничтожения Советского Союза много умников нашлось, которые, так сказать, на эту тему теоретизируют, хотя, так сказать, были кровавые и страшные конфликты. И в Узбекистане, и в Чечне, и начались эти драки между Азербайджаном и Арменией. Были такие события в Советском? Никогда. Поэтому как раз вот эту минуту заложили те, которые убрали основу единства национального. Основа была в том, что эти трудящиеся, эти трудящиеся пролетариев всех стран соединяются, им нечего делить. Но если мы с вами капиталисты, я вот президент Республики Узбекистан, а вы президент Республики Киргизия. Да кто из нас, если мы будем соединяться, кто-то из нас двоих будет президентом? Я считаю, что я. А вы как считаете? А вы считаете, что вы красивые и моложе, и вы должны быть президентами. Зачем вот таких людей уже в возрасте такой солидно могут быть президентами? Это неустойчивость власти. А тут будет все устойчиво, хорошо, над перспективу. Короче говоря, мы тут на эту тему стали с вами спорить, а потом начали смотреть, а у нас правильные ли границы проведены, как сегодня между Чечней и Ингушетией. И вот не нравится тем, как договаривались два президента. Тогда народ там бунтовал Ингушетии теперь. Теперь Конституционный суд Ингушетии объявил, что он не согласен с таким проведением границ. И тогда президент Евкуров, который известен тем, что он большой парашютист, как сказать, он же прыгает все время с парашюта, и последний раз, когда прыгнул, ногу сломал, он продолжает прыгать. Вот этот самый Геннус Бек-Евкуров направил обращение в Конституционный суд от России для того, чтобы решить вопрос о том, конституционно ли это деление и так далее. То есть вот мы все время видим как раз, что сейчас, когда не следует этому принципу права нации на самоопределения, вот всякие конфликты. Но в самом этом принципе заложено, что это не все могут, скажем, народы, а только все народы, которые имеют внешние границы. Например, у нас там Казахстан, Туркмения, Азербайджистан могли, имели право на отделение, но, конечно, татария нет, потому что иначе у нас бы Россия из-за одних дырок была. Если бы у нас автономные какие-то республики имели бы соответствующее право. Возвращаемся к нашему вопросу. Чем заканчивается так называемая примирительная комиссия? Ну, тем, что, конечно, не примирились. Кто лучше знает, пусть скажет. Я не знаю такого случая, чтобы примирительная комиссия привела к примирению сторон. Почему? Ну, потому что она проводится тогда, когда уже все-все ясно, что разногласия до силы такой степени, что силы аргументов занимаются аргументами силы, но инструкция, так сказать, требует, законодательно составленная, требует известной процедуры. А раз есть и процедура, пока ты ее не реализуешь, не получишь право на забастовку. При этом она казуистическая. Если вы где-то ошиблись при проведении этой процедуры, то ваша забастовка будет признана незаконной. А если она будет признана незаконной, то ее отменят. И тогда может администрация подать иск на профсоюз. На всякий случай, поэтому профсоюз, забастовочный комитет оформляет таким образом, что там и нету председателя профсоюза, он не на профсоюзном собрании, а собрали коллектив, и там у товарищей рабочий. И все. И еще вы с них взыщите. Ничего вы с них не взыщите, потому что они не представляют какой организации. Они просто представители коллектива. И вот, значит, как составляется протокол разногласий, мы с вами говорили. Для проверки кто скажет, как составляется протокол разногласий? Вот у нас с вами есть разногласия, и нам нужно составить протокол. Что мы будем делать? Что, у нас нет с вами разногласий? Я вот считаю, никому не надо ставить зачет пока. Вы считаете, что все равно надо? Вы считаете, что все равно надо? Ну, давайте как будем? Оформлять как будем? Сверху напишем протокол разногласий по спору между МВ Поповым и студентами. Какой-то группы. Нет, пополам разделить. Лист пополам, вертикально так, пополам. Сверху написать позиция Попова, а тут позиция студентов-конфликтологов. И потом пункт первый. Попов считает так и почему. Потому что я в этих спрашиваю и сейчас убеждаюсь, что они еще не прочитали ходовой кодекс. Я объясняю так. А вы? А вы пишите свое объяснение, почему вы не согласны и пишите. А мы наоборот прочитали, но мы считаем, что нам надо еще более глубоко прочитать. Поэтому к моменту экзамена мы вот так будем все знать. Ну и так далее. И мы так сказать все пункты и пишем. А в конце чьи подписи должны быть? Запустим, вы от всех присутствующих, вас если уполномочили, и я подписываю. Бывает, и это часто бывает, что по итогам Примирительной комиссии протокол разногласий содержит меньше разногласий, чем было. А вот так, чтобы их не стало, вот я таких случаев просто не знаю. Ну потому что такой этап уже. Уже переговоры проходили. Мы с вами даже ведь рассмотрели этап, когда есть переговоры, которые три месяца ведутся, с оплатой по среднему сидят. И за три месяца, если вы не договорились, ну о чем? Ну что, тут разве от количества зависит? Все уже понятно. Вы хотите у меня из кармана деньги вытянуть? Я вот вижу, то вы улыбаетесь. А хотите, что я вам дал полтора миллиона? Не добьетесь. Ну и так далее. А вы говорите, ну посмотрим. Улыбаетесь, говорите, ну считайте, что вы не добьетесь. Что мы не добьемся и посмотрим. Второй этап. Второй этап бумажный. Почему бумажный? Потому что написано, что приглашение посредника. Как бы вот по замыслу тех, кто, юристов, которые писали это, которые не экономисты. Я поэтому очень прошу не путать себя с юристами. Юристы рассказывают, что написано. А написана сказка. Что вот я приглашу, ну кого я приглашу? Я Сергея Ивановича Дудника приглашу. Вот рассматриваю спор с нами. У меня с ним хорошие отношения. А вы можете вон Олейникова пригласить. Профессора со своей кафедры. И вот это вы предлагаете. Вот я вам предлагаю Дудника, а вы не соглашаетесь на эту кандидатуру. Нет, мы за Олейникова. Вы предлагаете Олейникова. А я говорю, нет, я знаю Олейникова, уважаю, мы с ним в хороших отношениях, но я-то Дудника предлагаю. Почему я не беру вашего? А потому что если вы его предлагаете, так вы же его предлагаете. Значит, вы уже знаете, что он будет в вашу сторону держать. Правильно? А если я Дудника предлагаю, так я не зря же его предлагаю. Я знаю, что он в мою сторону будет держать. А вам зачем на него соглашаться? А вы скажете, мы его не только уважаем, мы любим его пламенно. Но не надо втягивать его в эти вот игры. Он должен где-то кого-то быть. Он для нас всех родной отец. И поэтому не надо нас противопоставлять. Так? То есть что-нибудь такое вы придумаете, во всяком случае вы не соглашаетесь на это. И что нужно сделать? Нужно составить протокол, что такие переговоры проходили. И по итогам этих переговоров согласия стороны не нашли. Потому что те кандидатуры, кого предлагает работодатель, не устроили представителей работников, а те кандидатуры, которые предлагают представители работников, не устроили работодателей. И это когда бывает? Всегда. Ну если вы предлагаете, я же понимаю, что вы предлагаете того, кто будет на вашей стороне. Вот. Я дважды был в такой ситуации, когда меня предлагали посреднику, дальневосточные докеры. Звонит мне председатель профсоюза докеров и говорит, Михаил Васильевич, вот не могли бы вы выступить для дальневосточных докеров в конфликте посредником? Я говорю, да я-то могу, пожалуйста. Но только я сразу вас предупреждаю, что и никто, другая страна ведь не согласится. Но если вы будете меня предлагать, вы будете меня предлагать как объективного человека, профессора, читает курсы конфликтологические, тра-та-та и прочее, Санкт-Петербургский университет, их профессор по капитале экономики и права. Но они-то не дураки, они же понимают, что если вы меня предлагаете, то вы же не зря меня предлагаете. Соответственно, и представители работодателей. Вы что, согласитесь, если работодатель предлагает, что вы не знаете, вы ему передаете на решение вопроса. Вы бились-бились, и причем кому-то отдадите вопрос решать, тому, кого предлагает работодатель. Но вы же не малые дети, вы же понимаете, во что это. Поэтому, что нужно сделать? И это, этот этап, это все задержка перед забастовкой. Еще один барьер. Знаете такой бег с барьерами, если вы, значит, барьеры не взяли, то есть не оформили что-нибудь, то ваша забастовка незаконная. То есть, чтобы вас поймать на какое-нибудь нарушение. Поэтому вы преспокойно на это дело оформляете, пишете общую бумагу, или каждый по протоколу, что такого-то числа, проходили переговоры, и стороны договорились, что представитель работников не устраивает работодателя, не представитель работников, а кандидатура посредника, который предлагали работникам не устраивает работодателя, а кандидатура посредника, который предлагали работодателю, не устраивает работников. Вот, значит, получился такой своего рода протокол о разногласиях. Я знаю, что вас учат всякими медиациями, что вы будете психологически воздействовать. Я не знаю ни одного случая, на самом деле, когда разгорается такой социально-травовой конфликт, чтобы какая-нибудь сторона с дуру пошла и согласилась с кандидатурой противоположной стороны. Нет таких случаев. Поэтому никакими... Вы у меня хотите забрать, скажем, 15 миллионов, чтобы они перешли из моей прибыли в вашу зарплату, и хотите, чтобы меня какой-то человек убедил, уважаемый вами предложенный. Вы что, с ума сошли? Вы что, понимаете, о чем идет речь? Это же деньги. И вы хотите деньги вот разговором выводить. Это жулики, только мошенники так разговором деньги могут выводить. А у меня так не получится. Короче говоря, вот этот этап надо пройти. Как его пройти? Только вот так и пройти. Правда, вот в том случае, который я вам рассказываю, оба случая были так, что я потом смотрю, молчат. Я согласен, да? Молчат. Потом я звоню, говорю, Василий Васильевич, а что вы молчите? А, говорит, все в порядке. А что значит в порядке? Ну, они вот, когда кандидатуру эту вашу, там, мы им переслали, они решили договориться, там, 2% им зарплаты повысили, и тогда и работники согласились, и все. Так что я в известном смысле, как будто, поучаствовал и в пользу принес. Ну, только как некое пугало, не более того. То есть, так сказать, кончилось это вот на этой стадии. Ну, а такого случая, чтобы кто-то вот договорился, что будет посредник, это выдумали юристы эту ерунду. Ну, она в этом смысле не ерунда, она оттягивает забастовку. Это тоже хорошо. Это хорошо для работников, что забастовка будет не сразу, потому что и работники должны убедиться, что никакой посредник им не поможет. Правильно? Прежде чем выходить на забастовку. Тогда еще есть другая игра. Трудовой арбитраж. Это не суд. Арбитраж? Есть арбитражный суд. Это для работодателя, для организации. А тут трудовой арбитраж. Что такое трудовой арбитраж? Это означает, что вот есть две стороны, и к этим двум сторонам прилагается третья сторона. А какая у нас третья сторона? Государство. То есть, одна сторона, здесь уже вроде как легче, одна сторона, то есть работники, выдвигают своего, кого хотят арбитрам трудовым. Вот, я, например, был трудовым арбитром у докера в споре между докерами и администрацией порта. Теперь, значит, другая сторона предлагает своего арбитра. Они нашли своего дружка, который точно будет их поддерживать, но не из членов этой организации. Обязательно должны быть не из того предприятия, в котором идет трудовой спор. Другие люди, они другие знают, у них есть союз промышленников, предпринимателей, там они найдут, кого предложить. А третья сторона, государство. Но мы-то с вами знаем, что такое государство. Что такое государство? Скажите, пожалуйста. Господствующего класса. Господствующего класса. То есть, на самом деле, рассказывают нам про тройку, а на самом деле это двойка. Только на одной стороне два представителя, а на другой стороне один. И после этого написано в Трудовом кодексе. Я правильно сейчас, поскольку я считаю, что вы читали это место, то правильно я излагаю? И там написано следующее, что если обе стороны согласились выполнять решение арбитража, то его решение обязательно. И проведение его, он проводится. А если стороны не согласились его, что его решение обязательное, тут еще согласие требуется, то это и не проводится. Вы будете соглашаться, когда против вас двое, а у вас один голос, а там два. Будете соглашаться? Не выйти. Поэтому одна сторона говорит, мы не согласны выполнять. Вторая, думаю, что-то их знает, тоже пишет, не согласны выполнять, потому что я вот свидетель того, что администрация не хотела, чтобы выполнялись решения трудового арбитража. А такая была ситуация, что в арбитраже председателем был товарищ Котлобаев, руководитель службы по разрешению коллективных трудовых споров, а товарищ Котлобаев был у меня дипломником в Институте повышения квалификации и писал дипломную работу по юриспруденции на тему о разрешении коллективных трудовых споров и государственной службе как участницы этого разрешения. Короче говоря, то ли они пронюхали, то ли они чувствовали, они решили отказаться от обязательности этого. Ну, никакой обязательности нет, а решение трудовой арбитраж вынес, тогда еще он проводился. А сейчас, если они договорились, то и не проводится. Но, если вы это не запротоколировали, что проводились переговоры по поводу создания трудового арбитража, от позиции работников, от позиции работодателей и подписи. Если другая сторона не хочет подписывать, свой сделайте протокол. Если вы этого не запротоколировали, вы не прошли этот этап. Раз вы не прошли этот этап, ваша забастовка, которая еще не началась, уже незаконна. Вот такая ситуация. Примеры из опыта профсоюза авиадиспетчеров. Они проводили всякие коллективные действия, которые не подпадают под понятие забастовки, а именно голодовки. Бесконечные профсоюзные собрания. Вот мы с вами можем проводить бесконечные профсоюзные собрания? Можем? Можем. Это что значит? Сейчас вот как закончится эта лекция, этих магистров оставим в стороне, будем тут сидеть до ночи, а потом все позвоним домой, что завтра придем. А может завтра и не придем, может послезавтра, не знаем. В общем, если что, искать нам, в нашей аудитории 137-Б. Кто может, принеси еду, пусть приносит. Кофе хорошо, хорошо бы в термосах, чтобы горячее было. Сколько часов может быть профсоюзное собрание? Ну, сколько? Ну, что, что? Но это здесь не очень публично. Давайте профсоюзное собрание сделаем как-то вот где-то, чтобы открыто было в фойе, чтобы там все мимо проходили. А чего вы тут сидите? А у нас собрание может быть. профсоюзное. А когда закончится? А не знаем. Может быть и в этом году, может в следующем. В Калининграде проводили так, а в диспетчере целый месяц. Через месяц все три, но они проводили где? Они пошли в здание аэровокзала. Там, где пассажиры, все время народ ходит. Они там сидят и проводят профсоюзное собрание. жены приходят с детьми, завтраки приносят. Ну, естественно, журналисты, им не надо даже пропуск получать, приходят, спрашивают, а вы за что? А что вы тут сидите? А что у вас? А вот нам там администрация не хочет делать то-то-то-то. Вот вы так далее. А журналистам, если вы им какие-то идеи будете выдвигать, и они-то не будут вас слушать. А если вот такое событие, то вышли в диспетчеры, его сидят в фойе и уходят домой. тут это вот тема. Прибежали разные источники переписывают друг у друга. Через месяц удовлетворили требования. Ну, месяц. А вот попался в Ростове-на-Дону такой там генерал, такой злобный руководитель соответствующей службы по организации воздушного движения ростовского отделения. Он решил, что подал в суд. и написал, что вот они сидят ночью на профсоюзном собрании, а завтра им на работу, и завтра они должны управлять воздушным движением авиадиспетчеры. А они тем самым рискуют жизнями пассажиров. Подрывает безопасность воздушного движения. И суд запретил, что он запретил, проводить профсоюзные собрания с 23 часов до 7 часов утра. А больше он чего, мурак, может запретить? Ну, как можно запретить? Есть свобода, профсоюзная деятельность, это не ночная работа. Ночные часы у нас до скольки? По закону. Это не... Да как вы думаете, я спрашиваю? По закону у нас ночные часы когда? Что ваше думание? У нас сейчас все строго по закону. По закону по трудовому кодексу. Когда у нас ночное время? А? 12 граждан. Сколько вы будете мне доказывать, что вы не считали трудовой кодекс? Я бы на вашем месте как-то воздерживался от таких выступлений. Это вы демонстрируете просто. Это вы специально что ли делаете? По-моему специально. На сторону путаетесь в показаниях. как следователь к вам. А вы начинаете имитацию? А? Неправильно. А вот сосед? Неправильно. Еще есть? А? Так. А что вы не знаете наши российские законы? Что это вы тут? Я тут собрание незаконопослушных граждан. Вы знаете, что незнание законов не освобождает от ответственности за их невыполнение или выполнение? за невыполнение? Так надо с вами разбираться? Так, короче говоря, возьмите кодекс и убедитесь, что у нас ночное время с 22 часов. Что значит с 10 там 9? И что вы говорите? У нас такого не может быть написано. С 22 до 6 00. Все. Я чувствую, что здесь в 6 не встает, поэтому как это ночное время, чтобы кончилось в 6? Самый сладкий сон в 6 часов. Я согласен. Нет, я с вами душевно, но я не могу на этом останавливаться, как преподаватель. Я должен констатировать, что написано с 22 до 6. Это значит, что если больше половины вашего времени попадает на эти часы рабочего, то это считается смена ночной. если ночная, то, соответственно, оплата другая. Правильно? На 40% больше. По-разному. А если коллективный договор, может быть двойная, может быть тройная. Если уж так вам надо, чтобы я не спал ночью, а вы работодатель, ну давайте платите мне в 3 раза больше, я не буду спать. Если вы у меня будете на 20 рублей больше, не, я лучше перевернусь на другой бок, чем пойду к вам на работу ночью. Правильно? Коллективный договор может устанавливать любые нормы, которые лучше для работников и не может устанавливать нормы хуже для работников, чем в законе. Поэтому коллективный договор в этом смысле золотое дело. Если вы его заключили, конечно, а если вы только написали, это будет проект. А от проекта доход договора длинная дорога, и главным образом она идет через коллективный трудовой конфликт. Потому что так просто никто такие права вам не дар без конфликта. Без конфликтов не проживешь. Или долго не проживешь. Так, поэтому вот этот этап, который мы с вами назвали предзабасовочный тоже этап, приглашение посредников один, а второй трудовой арбитраж, он сводится тоже к написанию бумаг. Кто эти бумаги бюрократические не сможет написать, рискует, что его забастовка, будущее, которое вы продолжаете организовывать, будет объявлено незаконной. Ничего не получится. Ну вот, и это дохеры использовали знатоки этого дела для того, чтобы решить свои проблемы. то есть они все устраивали вот такие вещи, я вам рассказывал, как собрание такое, или профсоюзное собрание бесконечное, или голодовки, поглодают, поглодают, и на работу, а на работу они идут через медиков. Прихожу я к вам, а вы врач. А он говорит, Михаил Владимирович, я вас не могу допустить. Я говорю, да нет, меня студенты ждут, ничего не знаем, нельзя. Вы упадете перед студентами, умрете, после этого три студента умрет от ужаса. Не могу вас допустить и так далее. Но нас почему-то допускают, наверное, потому что мы не аюль-диспетчеры. А вот если бы я был аюль-диспетчером, то прежде чем я вот сюда вошел бы, я сначала разошел в кабинет и там пульс проверили, давление советского Михаила Владимировича, отдыхайте, идите, отдыхайте. А как же студенты? Ну как нас, жизнь пассажиров волнует. А не только в жизни там, там жизнь Михаила Васильевича меньше волнует. А сколько хлопнется самолет, на котором будет 320 человек? А потому что он, у него давление было, подскочило. И он не знает уже, чем у него там, куда поворачивать, сидеться. и 9-ки не туда свел, не туда перевел, не то сказал, не туда указал. Так вот, авиадиспетчеры, они напридумывали всякие способы, и голодовки, и даже спортивные соревнования. Вот сейчас спортивные соревнования, после спортивных соревнований вы 5 километров пробежите, и тут как раз идете к врачу. А у вас раз давление за ручки, у вас через час она упадет, все нормально будет. И давление, и еще. А вы после перед работы это пошли, а у вас все вот такое, вот такое. Ну, мало, 5-10 бегите. Конфликт же у вас, вы же придумываете каких форм. Прибежали, 10, посмотрели, все, все, разбалансировались. Не допускают, и сейчас как бы никакой забастовки нет, а ве диспетчеров стало меньше, чем надо. Невозможно управлять движением, закрывается полеты на таком-то направлении. Почему? А потому что по медицинским показаниям и все. Но это еще не забастовка, как бы, считай, официально тут нет никакой забастовки. И тут в это время как раз профсоюз обе диспетчеров объявляет забастовку. Но пока он только объявляет и говорит, а точную дату забастовки определит исполком. А потом собирается исполком, проходит через месяц и говорит, точную дату определит забастовочный комитет, который мы создали. Точную дату конференции. И ее куда-то еще передвигают. И тут работодатель подсветился и в суд отправил документы о запрещении той забастовки, которая еще не началась. на том основании, что вообще законодательство обе диспетчером забастовки запрещает вообще. Запрещает. Ну вот они поэтому в суд подали, чего ждать-то другого. И вот сидит судья, и здесь приходит, присутствует Сергей Анатольевич Ковалев, президент федерального просвещения и диспетчера судья, спрашивает Сергей Анатольевич, вы вообще-то законы знаете? О, конечно, знаю. Ну а зачем вы это заделаете? Как зачем? Вот давайте проверим явку. Начали проверять явку, а представители работодателей не представили бумаг, что они от имени работодателей выступают. Ковалев говорит, так надо суд закрыть, потому что не явился работодатель. А вот они тут сидят, но бумажки они не представили, такие важные, думают, что профсоюз будет представлять бумажки, а они ничего не будут. Не явился работодатель. Через месяц, через месяц собирается снова суд, тот же судья, судья говорит, улыбается, говорит, ну, Сергей Анатольевич, теперь у вас все впрятано, Сергей Анатольевич, конечно, сейчас все хорошо, вот работодатель, вот они сидят. Ну, так вы вообще-то право знаете, как я вот вас конечно знаю, все-таки уже опыт. Ну, так вы знаете, что сейчас я объявлю вашу забастовку незаконной? Ну, конечно, знаю, кто же не знает, все же написано прямо в законе. Так зачем вы это делаете? Как зачем? Для того, чтобы усадить за стол переговоров работодателя. Судья говорит, ну, и как вам это удалось? Удалось? А вот они сидят, вот они здесь сидят. ну, конечно, им объявили, это незаконно, но они не собирались проводить никакой забастовки, а для них это была форма, так сказать, собрать работодателей, чтобы они знали, что требует. А то они не встречаются, дескать, у нас нет никакой забастовки, мы с вами и встречаться не будем. Вот и встреча состоялась под руководством судьи, это же хорошо, красота, судья, она как бы помогла, хотя и запрещена. Подумаешь, испугать, запрещена. Мы сами читали, что они запрещены, что-то нового. Я уже не говорю о том, что я уже вам рассказывал, что если работники возьмутся и совсем по другому пути пойдут, не по тому, который расписан в законе, а просто возьмут и вот вы сейчас сидите, я вот вас спрашиваю, скажем, вот скажите мне, там читали ли вы трудовой конкурс, а вы молчите. Я могу вас заставить разговаривать? У меня нету ни палки, нету, ничего нету такого, чем вас заставить. А если я еще буду какие-то орудия употреблять, вообще это уголовщина по отношению ко мне. То есть ничего я не могу с вами сделать. Так вот такая же ситуация, когда берут работники и просто прекращают работу одновременно. Все. Вот взяли его все, прекратили работу. И что делать? Я у вас все говорю, забастовка? А вы что мне ответите? Что вы ответите? У вас что сейчас, забастовка? Они все мотали голову. Нет, нет, нет. Кто у вас тут руководитель? Какой руководитель? Чего руководитель? Забастовка. Нет никакой забастовки, руководителя нет. Так вы же не работаете. Не работаем. Так что, забастовка? Нет. Ну ладно, я все равно понимаю, что у вас забастовка и срачу в этот суд. Но я сам-то не хожу, я юриста вызываю, юриста направляюсь, с бумагами, юрист пошел. Ну сами понимаете, в суд не сразу, не завтра же будут рассматривать. Ну и неделька пройдет. Неделя вы уже сидите, ничего не делаете. Приходите строго по часам, приходите и сидите до конца смены. Как смена закончилась? О, еще три минуты. Три минуты закончились, тогда манатки забрали и домой. и все идет. А я все жду, когда это будет решено судом. И вот суд решает. Ну что он решает? Объявить забастовку незаконной. Решил. Это мы и знали, что он решит. А дальше что? А что написано в кодексе? Работники обязаны. В случае, если забастовка признана судом незаконной, прекратить забастовку на следующий день после вручения решения суда кому? органу, возглавляющему забастовки. Вы поняли, да, как закон звучит? Это что значит? Это значит, что появляется или представитель суда скорее всего в службу судебных приставов отдадут и они пойдут с исполнительным листом, в котором записано решение суда, объявлять эту органу, который возглавляет забастовку. У вас какой орган? Я вот пришел и судебный пристав исполнитель пришел, сейчас примерно 4 часа вечера, а у вас до 8 вечера рабочая смена и вы никто не работаете. Я спрашиваю, кто у вас возглавляет эту вашу забастовку? А вы говорите, у нас не забастовка. Ну хорошо, не забастовка, кто у вас тут главный? А вы говорите, мы все главные, у нас нет главных никаких. Что там вы показываете? У вас где находится забастовочный ваш комитет? Нет у нас никакого забастовочного комитета. Я ходил, ходил, у меня до скольки работы? До шести. Все, в шесть часов. А судебные приставы исполнители от судов теперь отделены. Это разные ветви власти. Знаете, когда ветви власти, они вот так вот, так вот вечер дует, они сталкиваются туда-сюда, у них свои интересы. Даже решения судов никогда не передаются в службу судебных приставов. наоборот, тот, кто, истец, который заинтересован, получил, на основании решения его суда в суде получает исполнительный лист и судебным приставам исполнителям приходит, приносит бумажку, в которой ничего по содержанию не сказано, есть только решение. Ваше-то какое дело? Чего решалось? Кем решалось? Из-за чего? Вот есть такое решение, вам наше, ваше дело исполнять. То есть судебные приставы исполнителей это люди, лишенные понимания содержания по смыслу, по замыслу. И вот они, ну что им это ничего не надо? Они в 6 часов пошли домой. Завтра приходят снова с утра. Где у вас сидит ваш забастовочник? И так ходят, а у вас что получается? А вы ждете, когда будет орган возглавляющему забастовку вручен. И тут их осенило, раз никто не заявляет, что это самое, что кто у вас тут орган, тогда консультировались с большими юристами и придумали. Надо взять и каждому вручить исполнительный лист. Каждому. Ну раз у вас нет никакого органа, значит вы все вместе есть этот самый орган. Совпадают те, кто бастует и те, кто орган, который возглавляет. И вам, и вам что, разумно же трудно что ли? Долго не могли додуматься. Додумались. Всем дали. Тогда на следующий год, дорогие товарищи, на следующий день будьте добры. В 8.00 будьте на работе и работайте. Вы приходите на следующий день как огурчики и работаете. А если не сделает работодатель то, что вы требовали, вы можете повторить. Что вы проиграли в это время? Ничего. Во время этого, когда вы сидели, вы же могли сидеть читать трудовой кодекс. Это особый, особый цинизм. Сидеть и читать трудовой кодекс во время такого мероприятия. Приходят, ну вот не такие уж большие затраты там, 200 рублей. Приходят представители работодателя, сидят, и все сидят, и читают трудовой кодекс России по поводу этих незаконных забастовок. Сидят, листы переворачивают, туда-сюда, вопросы задают начальству, если что. Как это понимать? И так далее. То есть, правда, что вот пока мы обязаны приступить к работе, когда нам будет вручено. А когда вы нам вручите нашему органу возглавляющему забастовку? Этого не надо только им наводить, пускай сами думают. Короче говоря, вопрос об организации коллективных судовых конфликтов, это вопрос творческий. Надо что-то придумать. Вот диспетчеры придумали же, когда у них они не просто так вот к медикам идут после голодовок, а могли и без всякой голодовки. Просто пять километров пробегают, а как вот сделать так, чтобы каждый авиадиспетчер пробежал пять километров? Вот ни с того ни с сего не побежите же вы пять километров, скажите, подозрительно, да? А тогда мы объявляем Спартаке Аду и Института и Философии. И тогда вам такой номера нужно сюда навечать и вы должны кругами тут вот бегать вокруг здания. Если дождик, то прямо вот под крышей. У нас как раз хорошо. Вот набежали вы столько кругов, чтобы образовалось пять километров и идете, куда? Берите, давление там, сердцебиение, пульс и так далее. И начинается. Этого не допустить, этого не допустить, этого не допустить. У вас через полчаса все нормально, но вы сразу пришли. Откуда они знают, бегали вы, не бегали вы. нельзя отпускать. Все, опять остановка и так далее. То есть, это вопрос сугубо творческий. Сугубо творческий. Вот. Но это все мы о чем говорим? Это вот все, можно сказать, предзабастовочные все процедуры, то есть, все они относятся к тому, чтобы приготовить забастовку. А в порядке приготовления, как бывает, значит, даже когда блюдо готовят, и то пробуют там, сначала нарезались, селедку, кусочек селедки съели, мясо нарезали, кусочек мяса съели, там, картошечку, и глядишь, так уже потихонечку. И так и вы здесь потихонечку готовитесь. Вот вы готовитесь, готовитесь. Какие еще на пути препятствия? Значит, есть такое понятие, как минимум работ. Вот все, вы прошли вот эти три этапа. Примирительная комиссия и два формальных этапа должны быть отражены в протоколах приглашения посредника, трудовой арбитраж. И надо согласовать минимум работ во время забастовки. Вы в курсе дела, что вот есть у нас роддома, больницы, потом бывает перемещение радиоактивных каких-то или отравляющих веществ, может быть, или во всяком случае вредных для здоровья веществ. Значит, это все должно быть сделано без задержки и никаких остановок не может быть. Так что во время забастовки обязательно выполняется минимум работ. Ну вот одно время этот был вопрос не урегулирован, то есть как понимает работодатель минимум работ, что вы все работы должны делать как обычно. Вот это и есть минимум работ. Правильно? Логично? А рабочие считают, что ничего не надо делать, это и есть минимум работ. Ну вот это дело люди спорили, спорили. И вот я помню во второй севидорной кампании Ослан такой был, Борис, генеральный директор, он решил, что во время забастовки все работы должны выполняться. И идет забастовка. Ну раз вот так оказалось, что все работают, вот он подходит и спрашивает, вы бастуете или работаете? Один говорит, я бастую. И так, я бастую. Но он делает все, что обычно делает. А второй говорит, я работаю. С этого нельзя взятки никакие взять, взятки гладкие, потому что он хоть говорит, бастой, но он все делает. За что вы его? Нельзя доказать, невозможно. Второй говорит, я работаю. Нет, я бастую, да. А второй говорит, я работаю. И тоже с него ничего нельзя взять. Люди делают одно и то же. Все, что обычно, одни бастуют, другие не бастуют. Потому что одни минимум работы выполняют, другие не выполняют. Но вот потом, после того, как несколько таких было конфликтных ситуаций, соответствующие органы разработали инструкцию. И сейчас в каждом министерстве есть соответствующее положение, а минимумы работ во время забастовки. У нас трудящиеся не готовятся к этому, а уже министерства подготовились. Если вот по вашему министерству будет забастовка, так минимум работ во время забастовки. А раньше было дело так. Этот минимум, если не соглашается со стороны, то работники могут подать в суд на то требование, на порядок, на минимуме работ, который установила администрация. Но прежде чем подать в суд, они сначала идут в администрацию районную. Если районная администрация не решит в пользу работников, они могут подать в суд. Но уж когда суд рассмотрит, а суд, как правило, рассматривая, он, конечно, никогда не примет, чтобы все работы, потому что это дико выглядит, если суд примет решение, чтобы все работы, это минимум работ. Какое же это минимум, когда все работы? Ну вот теперь есть типовой перечень для каждой отрасли. И вы знаете, что во время забастовки вот эти люди будут выполнять такие-то работы, те люди, которые на этих работах, во время забастовки и в течение, сколько бы она ни продолжалась. И поэтому представлять себе забастовку так, что вот никто не работает, просто нельзя. Таких забастовок не бывает. Кто-то работает, кто-то не работает. Если за исключением каких-то особых совершенно случаев, когда, ну там, никакой минимум работ не нужен, то есть не такое важное дело. Если какой-то есть, какая-то губная помада или там какой-нибудь крем для волос, то ничего страшного не будет, перебьются те, которые его употребляют. Ничего со страной не произойдет, если это не будет выработано. Вот минимум работ. Значит, это занять может, вот все это, поскольку приходится обращаться в администрацию, потом в суд. И в это время народ, который вот за этим всем следит, трудящийся, он постепенно уже проникается тем, что, ну, сколько же можно нас мытарить, уже он настроен уже точно бастовать как следует. Раньше он сомневался. Вот на часовую забастовку он еще, может, не пошел бы, а теперь уже он готов бастовать до последнего, потому что, ну, сколько можно вот так мытарить людей. Дескать, у вас, вы можете свободно бастовать, у вас есть право на забастовку, оно есть в Конституции, оно и записано в Круговом Кодексе, а вот еще, оказывается, вон, куда ходить. Потом выясняется, что еще обязательно нужно уведомить муниципальные органы власти о том, что на территории этого муниципалитета будет проходить забастовка. Вот вы в курсе дела, что, на какого у нас муниципалитета, вот здесь, где мы проводим свои занятия, в курсе дела? Вы знаете, в каком муниципалитете мы находимся? Я, например, не знаю. А вы? А еще муниципалитет такой, Василия Островский. Не знаю. Я не знаю. А? Ну, может быть, я не знаю. Но я не знаю. А вы в курсе дела, тут вы по сторонам ходили, тут рядом, а вы не знаете, что вот тут есть рядом с вами суд. Мировой. Представляете, есть европейский суд по правам человека, а есть мировой. Мировой суд. Что выше? Европейский. Ну, как может, в европейский выше мирового? Мировой суд, наоборот, сам простой. Ну, вот видите, вот мне, например, трудно это понять. Хотя я знаю, с вами согласен, мировой суд – это вот тот, который самый низший. И он даже не доходит до уровня обычного суда, народного суда, да? Федеральный суд. Федеральный суд. Меньше федерального суда. А есть европейский. Поэтому я, например, советую, если у вас не получится, вот вы в обычном суде федеральном, потом в европейский обращайтесь. Там в течение 10 лет будут рассматривать, может, на 10-й год вам повезет. Один товарищ выиграл 2000 долларов. Я ему помогал, товарищ Мальцев, который возглавлял службу судебных приставов, и он подал европейские суда через 10 лет, и решился вопрос положительно. Так что не надо опускать руки. Но, как вы понимаете, хождение по судам, так и задумано, что вы будете ходить, ходите, когда-то добьетесь, когда уже не там работаете, уже не будете 10 лет там сидеть, откуда вас выгнали. Вот туда уже не попадете. Вы уже на другом месте работаете и так далее. А дальше что? Вот поскольку, значит, это вот такие вопросы решает суд, то надо все это подготовить к забастовке, надо найти этот муниципалитет. Вот мы это раз с товарищем Федотовым искали, в каком же муниципалитете находится порт. А оказывается, есть морские ворота Санкт-Петербурга, муниципалитет. И они около этих ворот, никто не стоит, поскольку они на самом деле не ворота, а просто вот помещение такое, написано «Морские ворота Санкт-Петербурга», там звоните. Никто, никого там нету. А нет их, потому что они уже поняли, что идет тут забастовка в порту, уже там сон пошел, и на всякий случай не приходят на работу. Поэтому мы не звонили туда и не говорили, что придем, а просто внезапно вдвоем пришли. Почему вдвоем? А потому что надо уведомить, ничего от них не требуется, согласие не требуется, просто уведомить, что на вашем, дорогие товарищи, друзья, на вашей территории готовится забастовка. Подожди, распишитесь о том, что мы вам подали бумажку. Ну вот он, а он говорит, не буду расписаться. А он говорит, ну и не надо, мы просто вот, я засвидетельствуем двое, что мы вам сейчас акт составим, что мы вам такого числа передали, что вы отказались подписать это. Ну вот теперь подпишите акт. Он говорит, не буду. Хорошо, мы еще пишем. Гражданин Сидоров, который представляет муниципалитет такой-то, настоящий акт подписать отказался. Еще раз, два раза на свои подписи. Вот теперь у вас документ. У него написано один раз, что он отказался, второй раз еще о том, что он отказался даже подписать этот акт. Чтобы признаться, что он отказался, что он не подписывает. То есть беспринципный. И все это хватит для оформления. Короче говоря, вы все оформили, и что теперь надо делать? Ну вот теперь можно уже дело, так сказать, вести к забастовке. А что для этого надо? На самом деле, все то, что мы до этого делали, это ерунда. Это не самое сложное. А самое сложное. Что самое сложное в забастовке? Скажите, раз. Да ладно. Не пугайте нас с законом. Ну, закона – ерунда. Что самое сложное в организации забастовки? Начать. Да? Начать. Начать, а потом бросить. Главное – начать, а дальше пусть как будет. И кто в лес, то подорова. Начать. Здорово, вы придумали. А еще какие мысли есть? А? А организованно закончится. Организованно закончить. Вот. Это тоже важно. Но это не самое сложное. А так получается, что вам бы лишь закончить забастовку. Только начали. Вы еще не начали, а уже думаете, как ее закончить. Это правильно вы думаете. Потому что, как показывает практика, если люди выйдут на забастовку, закончить забастовку очень тяжело. То есть надо, чтобы они все вышли на работу в тот день, когда прекращена, на следующий пост, когда она прекращена. А если они не выйдут, их начнут преследовать. Потому что, если вы не явились на работу, тогда, когда закончена забастовка, во время забастовки вы имеете право не ходить на работу. Где хотите, можете вы. Мы рекомендуем находиться на работе, но вы можете и гулять по городу. Это ваше дело. То есть нет никаких установлений законных. Но на следующий день, если вы не явились, прогул. А что такое? Прогул могут вас уволить. Особенно, если у вас был какой-нибудь выговор перед этим. Тогда уже точно. Это второе уже наказание и уволят. Вот поэтому это очень важно. Но это не самое главное забастовка ее закончить. Один говорит, я спрашиваю, что главное забастовки. Один говорит, начать. Другой говорит, закончить. А саму забастовку не надо проводить? Такая мысль никому в голову не пришла, что главное забастовки провести забастовку. А в чем состоит проведение забастовки? А вот как вы добьетесь того, чтобы никто не стал работать? Вот это надо же организовать это дело. А если люди никогда так не делали, они сюда вот... Вот вы сюда приходите на занятия для того, чтобы заниматься, не то чтобы сюда не приходить другом надо заправить его положено задачу решать ее решали нет по отдельности каждый решал но это да однозначно всем сразу не прийти и я вот сколько они не смотрю на студентов еще ни разу не было чтобы никто не пришел обязательно то есть приходит и все срывает это мероприятие это по забастовку то один оказывается штрих-брейкером то другая штрих-брейкер но все время срывать она даже дружно это делать раз и не пришли вот тогда может что-то требовать а так что требует а мне какая разница сколько пришло но хоть три хоть пять хоть чем какая разница я что другое что ли буду говорить я же говорю так сказать стараюсь глаголить истину от истины не зависит от количества правильно или или она зависит вы думаете если больше придет так больше истины будет нет это во первых во вторых у нас есть люди которые записывают на всякий случай и сразу будет видно что не ходят а тогда мы можем эту картину показать и других инстанциях у нас есть директор хотите к сергей вас посмотреть как студенты ходят на занятия может быть вы найдете на вот я лично игры не знаю так вот прям пофамильно так вот в лицо всех помню а есть такие люди которые определяют кто туда приходил а кто не приходил и списки возьмем и все то есть это все вот в реальной жизни сюда упирается такие вещи так где гарантия что люди дружно не выйдут на работу или вернее придут на работу надо чтобы они пришли на работу и не работали они всю жизнь работали знаете как это держло для трудящихся человека вот я вместе с покойным уже юрий евгеньевич муракова ездил в прибалтику вот в пересрочные годы где были забастовки на крупнейших предприятиях по поводу того что нарушались права русскоязычных работников грандиозные были забастовки и в лантве и в литве и в эстонии мы были вот и в латвии и в эстонии в литву мы не заехали вот мы приехали на живулях товарища раково вот и встречались в том числе с рубиксом в первом втором каком партии в латвии и были на заседании здесь сидели работники предприятия крупнейшего в городе таллин но я его никогда не пишут двумя вен потому что если кто-то из другого государства придумать что с тремя надо или четырьмя чит писатель на это их дело они могут писать москва как хотят мозг а или петербург питер там пятер что хотят петя ярви как угодно но это их дело мы вот если мы говорим таллин так это наше дело по-русски это одно и а тем не менее вот пишут я не очень понимаю почему как-то люди сам свое то не уважают всегда куда-то перекидывается кто-то их учит так вот собрались там люди женщина выступает среди вот за большой зал это дом культуры во время как раз забастовки чтобы я вот работаю уже 20 лет первый раз я во время рабочего времени не работаю это мне даже психологически тяжело но я сейчас участвую забастовки потому что мы добиваемся того чтобы не было дискриминации по отношению к русскоязычным трудящим театра на дискриминации уже началась когда уже были фронты сказать народные фронты в прибалтийских странах и уже готовился народный фронт у нас в котором участвовал гражданин болдырев я тогда полемизировал с ним на нашем телевидении объединенного фронта трудящихся мы раньше создали чем они народный фронт мы создали за неделю до их мероприятия объединенный фронт трудящихся им теперь все время куда бы они ни пошли сказали нет надо чтобы и объединенный фронт трудящихся присутствовал и поэтому во всех газетах на телевидении по радио приходилось так сказать нам на пару выступать атмосфера политической активности выплеснула в жизнь новые общественные формирования в ленинграде создан объединенный фронт трудящихся из многих клубов при участии общественных организаций образовался и ленинградский народный фронт на сегодняшний день нету таких крупных предприятий возьмите латвию были рижские электрички где они нету нет такого предприятия по ним они ездили по всем железным дорогам всего обширного советского союза нету был приемник в очень хорошие где эти приемники да нет их потому что нет того предприятия который выпускает такие приемники были малолитражки рижские да нету того предприятия короче говоря вообще эти три страны идут из индустриально аграрных стран превратились какие в аграрно-индустриальные то есть сельское хозяйство открыть просто кому в европе нужны и продукты сельского хозяйства латвии и эстонии а никому особенно и не нужно потому что там поддерживается они свое сельское хозяйство хорошо им этот импорт не нужно и нам не нужен ну что у нас есть волокна что мы из волокна не привезем масло сейчас отличная вологодская масло подают хотите вологодская хотите из волокна это мы настоящие как масло они с какими там горами и поэтому у нас уже и не появляется масло не литовская не латвийская практически хотя иногда наши производят и пишут литовская наших то есть вот они опустили и куда девается эти жители латвии сейчас куда они едут они едут в европу назаровский значит не тут уехала уже 600 тысяч молодежь в основном самое образованное ну и здесь они так хоть они тут там установили всякие барьеры для русского языка как вот они начали тогда так и продолжают ну а на каком языке будут работать и эти молодые люди которые пошли мыть горшки западному хозяеву на каком ну каком на немецком на голландском на каком-то другом ну уж во всяком случае они на латвийском как вы думаете на латвийском они будут нам раздавал с ними будет анти разговаривать то есть вроде они выступают за они наоборот на латвийском языке все что хочешь было во время советской латвии до были русский язык и латвийский никто не говорил какой-то язык главнее оба языка на равных пожалуйста сейчас также сохраняется в киргизии вот если возьмете вы в киргизии там русский язык даже больше изучается чем киргизский а почему потому что с киргизским языком куда вы пойдете на работы нет киргизии все разрушено также но они просто приехали сюда я вот очень многие знаю киргизов которые приехали сюда женились они были дети лежат 15 лет его такой русский гиги киргизского происхождения ничего такого тут нового нету потому что у нас скажем левитан художник это вот русский еврейского русский художник еврейского происхождения русский диктор и левитан тоже диктор русской еврейского происхождения это обычное дело мало ли сколько у нас вот мост не новые построили на васильевский В честь генерала испанского, который пошел на службу России, и в честь него этот мост назвали, я еще не выучил, как у него такое сложное имя. Бетанкур. Бетанкур, да. Бетанкур, наш русский генерал испанского происхождения. А у меня был, я договаривался, чтобы у меня будет оппонент по докторской диссертации. Испанец. Помните, испанцев вывозили из Испании детей, в том числе погибших родителей. Они здесь, дети были испанские, учились, выучились, и вот он доктор наук, и я с ним договорился, что он будет. А у него, значит, Энрике Данилович, отчество. А дальше, если все перечислять, у них там дальше фамилия, это, значит, там лекцию я не смогу закончить сегодня, потому что там длинная очень фамилия. Так что испанцы. А уж немцев у нас. Ну, Леонард Эйлер, это кто? Чего этого? Это русский. Русский. А? Он русский-швейцарец, да. Швейцарец, да. Ну, какой он? Ну, русский математик швейцарского происхождения. Да мало ли как у нас к того, там очень много. Вот. Короче говоря, вот эта проблема, которую я перед вами поставил, что самая трудная проблема организации завастовки, чтобы прекратить работу организованно. В тот момент, когда уже будет, согласно решению, и согласно решению конференции, вот с такого числа, с 9 часов, чтобы прекратили работу. Вот это высший пилотаж. А если те, кто не прекратили работу, это кто? Штирикбрехеры. Что Штирикбрехеры будем делать? А? Нельзя у нас по закону их преследовать. А мы и не будем их преследовать, они никуда и не убегут. Но никуда их и не пропустим. Правильно? Вы видели, как вот в кино это показывают? Вот идут Штирикбрехеры на работу. А тут такая карусель. Вот эти. А вы же вам делать нечего будет? Вам же интересно будет, если вы не работаете, да? Вот представьте себе, я иду на работу, а тут студенты. Они так раз-раз, и ходят, и ходят, и мне никак в дверь не войти. Только я хочу войти, опять иду, заходят и выходят, заходят и выходят, и я никак не могу. И никто меня не толкает, и никто ничего не ругается, всех очень хорошо. Никакого насилия нет, но я не попадаю на работу. Я не знаю, почему вы не пользуетесь этим. Я бы давно уже выставил требования, чтобы поставил зачет, и не надо никого спрашивать. Тем более видно сразу по характеру, что вы изучили этот конфликт. Это делается. То есть я даже обязан поставить зачет, что подумайте, что вы мне расскажете. Вы покажите. Логично же? Вот. Так что вот такая вот задача стоит. Как сделать? Так вот сделать так, в том числе и тех, кто не выполняет требования, она пытается в это время работать, они тут должны быть в особом положении. Еще какие бывают ситуации? Ситуации такие, что все ваши товарищи будут работать, но ваша дорогая администрация на этот период договорилась с какой-нибудь другой организацией заемного труда, которая, значит, содержит в своем составе работников, и их, так сказать, в нужное время по заявкам отправляет. То есть она за это денежки получает от той организации, которая берет, а они, работники, получают меньше, чем обычные работники. Вот из этой разницы и существует эта организация заемного труда. И вот я был свидетелем того, как товарищ Петров, Владимир Александрович, председатель правкома первой севедорной кампании, он потом был председателем портового комитета всей организации докерской, он говорит, объясняет, говорит, мы с вами имеем богатый опыт, мы были в Европе, мы знаем, как там в Европе защищают рабочие места. Это же рабочие места, если приведут других людей, они будут тут работать, а вас выкинут в конце концов. Ну, дождутся конца забастовки, а потом уволят. Или не уволят, а просто объявят, что численность резко сокращается. Два есть пункта увольнения в связи с сокращением численности и в связи с сокращением штатов. Раз, два и уволили. За два месяца вас уведомим, денежки за два месяца получите и счастливый путь. Так вот, чтобы этого не было, надо этого не допустить. А чтобы этого не допустить, вот что рассказывал Владимир Александрович Петров. Он говорит, мы были в Европе. Мы знаем, как там рабочие защищают свои рабочие места. Они борются, дерутся за них. Поэтому, вот сейчас у нас зима. У нас шкафчики вот есть, видите, шкафчики? В этих шкафчиках лежат ломы, ледорубы, лопаты. И вот, как только будет у нас забастовка, мы, чтобы никто не поскользнулся, дело зимнее, мы, значит, все вооружаемся этими самыми ломами, ледорубами. И, чтобы никто не упал и не ударился из тех, кого сюда приведут, мы на пути у них встаем и не пускаем. И все будет хорошо, если дружно. Здесь очень важно, чтобы было дружно. Причем, если мы готовимся к забастовке, значит, надо же... Что там написано в Трудовом кодексе по поводу порядка, порядка, поддержания порядка во время забастовки и поддержания, кроме порядка, и сохранения имущества работников и работодателей. Кто вот будет отвечать, если пропадет контейнер или вещи из контейнера, их 20-футового, там, дорогие вещи? Кто будет отвечать? Стащичный комитет. Стащичный комитет. Значит, что надо делать? Раз она отвечает, стащичный комитет, что надо создать? Дружину надо создать. Ну, как создать дружину? А очень просто. Вот докеры сделали очень просто. Они решили, что каждая бригада, она вот бригада, она же сейчас не работает во время забастовки. Правильно? Вот если вы будете проводить забастовку, вы студенты. Ну, вы сейчас студенты как бы на отдыхе. Ну, так вы во время забастовки. Значит, все вы можете быть дружинниками, повязочки надо. Повязочкой. Я вот прихожу, а вы с повязками. И вот так вот уши закрываете, чтобы вы бастуете, чтобы не слышать, что я говорю, как-то надо обозначить. Ну, немножко можете приоткрыть, но, во всяком случае, так надо сделать вид, что вы ничего не слышали, ничего не знаете. У нас забастовка. Мы не будем слушать лекцию этого человека. Надо смирее выступать. Правильно? Студент же гражданин полноправный. А его тут, понимаешь, с ним издеваются над ним, требуют зачеты, экзамены, все спрашивают, а он все вроде как не знает. А эти важные такие все ходят и говорят, вам зачет, вам оценка, двойка, тройка. Ну, то надо это кончать с этим делом. Правда? Вот, исходя из этих соображений, должны люди подготовиться и создать дружину. Но докеры это делали, как виртуозы. Они не просто создали дружину. Ну, и все повязками вооружились. Они еще написали письмо в линейный отдел милиции. И заместитель генерального директора по режиму, что вот такого-то числа в отделе милиции линейном по работе на водном транспорте будет проходить совещание по выработке положения дружины во время забасовки. И будет обсуждаться вопрос, а кому будет боевому искусству учить? Айкидо или дзюдо? Или русская борьба самбо? Самооборона без оружия? Я вот айкидо не учился, и дзюдо не учился, а вот по самбо я чемпион по третьему разряду. Даже я вышел сражаться со вторым разрядом, но поскольку все меня кинули, я больше не стал заниматься этим спортом. Он неправильный. И так чемпион университета. Но если я не буду говорить, что по третьему разряду, то выглядит солидно. Вот такая картина. Значит, надо дружина... Когда ее надо делать? Надо же... Период подготовки... Мы сейчас говорим о предзабастовочных всяких действиях. Вот это предзабастовочные действия. И все должны знать, что должны... Главная задача дружины... Никого вообще сюда, чужих людей, не пускать. Вот этих людей, которых собираются пройти на рабочие места, не пускать. Я разговаривал с товарищем Семковым, который на марш-заводе возглавлял в забастовочный комитет. Его приглашает товарищ из ФСБ, когда это было КГБ, и говорит, ну вы как председатель забастовочного комитета планирует генерального директора пускать или нет. Ну кто должен во время забастовки решать, пускать генеральный или не пускать? Кто? Генеральный или забастков? Ну сами посмотрите. Ну кто должен решать? Ну кто отвечает? Это написано в законе. За порядок и безопасность. Вот вдруг кто-нибудь прибьет этого генерального директора. Кто будет отвечать? А? Будет отвечать забастовочный комитет. Вам надо это забастовочный комитет? Нет, говорит, мы лучше его не пустим. Нам нужен живой генеральный директор, мы потом переговариваться будем после забастовки. И нам надо как-то заканчивать забастовку, а тут его нет. Нет, да мы такое не допустим, поэтому мы его не пустим. Ну а вот тут Сенков говорит, нет, мы не планируем его не пускать, пусть идет. Пусть идет, гуляет, смотрит. Ну пусть убеждится, что никто не работает. Он же должен убедиться, это же он генеральный директор. Он сейчас на отдыхе, как бы. Мы ему курорт сделали. Ему ничего сейчас не надо делать. Ничего организовывать не надо. Он отдыхает. Чем больше наша забастовка, тем больше он отдыхает. Зарплата у него идет. Ему скоро понравится вообще. А сколько административных работников, ничего не делают. И все получают. Они в забастовке не участвуют, ничего не делают, зарплата идет. Так а им вообще понравятся такие забастовки? Это же отдых, курорт. Сначала им скажут приходите, а потом скажут не приходите. Они будут вообще там где-то по домам гулять. Могут в санаторий поехать, если длительная забастовка. Правильно? Красота. Поскольку забастовки касались у докеров повышения реального содержания зарплаты, и там нижняя, самой малой зарплата, была 6 минимальных оплатов. 6 минимальных зарплат, которые в РФ. Вот это минимальное в порту. А дальше вплоть до генерального директора идет подъем. И у генерального директора самая большая. Ну вот если докеры себе повышают, то это значит все минимальные, повышается минимальная оплата. И поехали. Вместе с 6, может быть, 8 или 9 за начало взять. И тогда у всех выросло. Поэтому ИТРовцы не участвовали, конечно, в забастовке. Я спрашиваю, когда у вас забастовка? Потому что это их повышение зарплаты. Так-то не дождешься повышения зарплаты от генерального директора. А забастовщики повышают всем. Всем. Ну кроме кто тут проигрывает? Только хозяин буквально, собственно, руководитель. Хозяин, не руководитель, а именно собственник средств производства. А все выигрывают. Поэтому сказать, что во время забастовки плохо относились к докерам, не сказать. Наоборот, я говорю, спрашиваю так. Мне не особенно кричат, но спрашивают, ну когда у вас забастовка будет? Ну давно уже не повышали зарплату. Вы же видите, что никто не повышает сейчас зарплату в России. Реальную. Нет, номинальную это повышают. Так вы номинальную, будете бумагу кушать или будете картошку кушать и мясо? Если номинальную, то повышают. Если реальную, так она снижается. Уже четвертый год подряд. Вот так обстоит дело. Это все подготовительные мероприятия. И самое главное, вы должны подготовить и каждому пояснить. Тот, кто не придет, не остановит работу, штрихбрехер, и с ним будет отдельный разговор. Подойдут четверо человек и поговорят. А как поговорят? Ну, поговорят. Только чтобы все было по закону. Все по закону. По-дружески. Ну, четыре человека, когда поговорят с одним, он поймет. Скажут, предупредят просто его. Скажут, слушай, понимаешь, любим мы тебя. Поэтому, если тебя не будет, будет очень жалко. Но такое может случиться. Лучше бы оно не случилось. Ты же завтра не думай только работать. Мы поговорили по беседе. Ведь беседа – это же не преступление. Это вот как раз споры. Это же не конфликт, а споры. Каких действий нет? Никаких действий не будет. О чем эти действия? Люди все понимают. Там кругом вода. Раз – и упал куда-то в воду человек. Вот почему люди думают там вот… Вот, если будут рабочие участвовать, в чем-то… А у нас висит Росгвардия. Росгвардия, она на улицах хорошо себя чувствует. А на заводах, там, где есть горячий пар. Значит, все это под давлением. Какие-то кислоты, жидкости там. Везде кругом болванки, железяки. Ой, там себя очень… Всякие вот эти органы чувствуют себя не по себе. А рабочие, наоборот, у себя. Они там все знают. Все все могут включить, выключить. Нужный момент. И спасти всех, кто находится под угрозой. То есть, это непростая такая штука – забасовка. Очень творческая вещь. И тот, кто сумел организовать забасовку, может организовать и работу. Работу нового государственного аппарата. Потому что это по сложности дел. Вот такая сложная задача, как управление государством. А вы думаете, там все будут бастовать, служащие, им быстро скажут, одних за деньги наймем, во-вторых выгоним. И, глядишь, все опять заработало. И опять все и по телефону все звонят, и все снабжения работают и так далее. Так что это очень важный момент. Потому что советская власть получилась благодаря тому, что забасовочные комитеты направили своих представителей и образовали городской совет петроградский. Так же и московский, так же и другие. И эти самые советы получили такую силу, что они взяли власть. И поэтому и революция была у нас бескровная. Вот и звонок. Спасибо за внимание. А вот это вот бастовали вы сегодня. Это у вас нетипичная забастовка была. Но это допустимо. Просто она, чтобы внимательно слушать, и глаза закрылась, чтобы все воспринимать. Все остальные вот смотрели, какое у меня лицо. А она думала, мысль, на мыслих приотачилась. Я правильно же понял, да? Вот, спасибо. Приятно, что у нас взаимопонимание. Вот с вами у нас еще не установилось такое взаимопонимание. А вот тут у нас есть.